Всем зрителям, друзьям, подписчикам нашего канала привет! С вами Дмитрий, канал в деревню. Хотел бы поделиться одной радостной новостью. Буквально вчера у нас, благодаря нашим друзьям и подписчикам, появился ларь. Морозильный ларь нашей мечты. Ларь бэушный, небольшой относительно, то есть 250 литров. Раритетный, судя по сохранившейся надписи на шильдике, год выпуска 91. Но сказали, что старичок исправный, работает, свои функции выполняет. Но у него есть кое-какие недочеты. Хотел бы с вами поделиться и, возможно, какие-то советы может кто-то даст. Собственно, вот сам ларь. Он у нас расположен в дровнике. Это единственное место, где у нас есть ровный пол и навес. Вот мы поставили вот здесь. Это вот такое устройство. И вот самый главный недочет это отсутствие второго стекла. То есть это был такой витринный ларек. Стоял не то в кафе, не то в магазине для торговли там мороженым или какими-то полуфабрикатами. И вот у него отсутствует одно стекло. Ребята, которые нам отдавали, сказали, что здесь стоял не то пенополистирол, не то поликарбонат, не то оркостекло. Я, в общем, запутался в этой ситуации. Ну, хочу сказать, а так в целом все как бы нормально. Он исправный рабочий свои функции выполняет. Поэтому я вот хотел бы избавиться и от этого стекла, если честно. Потому что это всегда такой риск, что что-нибудь там поставишь или что-то упало, хрусть, бац, и готово стекло. Я так понимаю, они сюда к этим ларям какие-то там специальные, недешевые. Поэтому мы бы хотели избавиться даже и от этого стекла. И все-таки прийти к нашей мечте это морозильный ларь-сундук, то бишь который подразумевает глухую крышку. Вот я думал, гадал сегодня всю ночь и пришел к такому решению. Я решил попробовать приобрести вот такую пластинку пенополистирола серенького. Пятидесятка. То есть это 50 миллиметров у него толщина. По длине он даже длиннее нашего ларя. То есть у нас там 97 сантиметров получается. А здесь по-моему 118 размеры были указаны. Ну а по ширине он идеально входит во внешний периметр. То есть 98 сантиметров как-то так совпало. Возможно я его погружу во внутренний периметр. Он поменьше. Там по-моему 95 сантиметров идет. То есть его придется подрезать. И вот, ну хотелось бы, чтобы это была такая глухая крышка. Она поднимается и опускается. Преимущества очевидны. Ну, во-первых, не разобьется. Во-вторых, теплоизоляционные характеристики у пенополистирола явно лучше, чем у стекла. Второе, никогда не будет здесь конденсата никакого. Ничего капать не будет и намерзать. Вот из плюсов. Ну, из минусов, что он все-таки такой материал мягкий относительно и требует какой-то защиты. Это первое. И второе, что я вот никогда не сталкивался с такими работами. Я хотел бы спросить, кто чего посоветует. Есть вариант, значит, сделать петли вот здесь сбоку, с торца. Чтобы какая-то ось будет и на этой оси будет все это дело вращаться. Но, естественно, чем-то придется все это усилить. Это первый вариант. Второй вариант, когда петли лягут с этой стороны. Одна и вторая. Такие накладные шарнирчики. И он на них будет гулять у нас. Вот. Естественно, наверное, надо будет чем-то его защитить. У меня, если честно, пока вариантов, кроме как просто вырезать сюда в размер какую-нибудь фанеру, на герметик ее присадить, покрасить белой красочкой, на ум у меня больше ничего пока не приходит. Ну, может, поликарбонат какой-нибудь. Не знаю. Ну, в общем, хочется его довести до ума и ввести в эксплуатацию. Вот. По этому поводу буду рад послушать какие-то мнения. Может, кто-то сталкивался с этим. Может, имеет какой-то опыт. Если что-то напишите в комментариях. Будем рады почитать. Ну, а я откланиваюсь. Всем пока. До новых встреч.